Если кто-то у вас дома начал говорить о единобожии, говорит Адам Ильясов, о тавхиде, про тавхиде, знайте, что у вас дома появился шайтан. Нуркин Рустем, ассаламу алейкум, Томсо. Один ФСБшник говорит, что кофирова сожрут его же люди, когда перестанут идти деньги из Кремля. Томсо. Видеозаявление Адама Ильясова на хутбе про тавхид заявил, что надо убивать тех, кто говорит про тавхид. Кстати говоря, очень важная тема. Как вы знаете, бывают такие дискуссии, есть люди, которые не совсем определились по поводу кадыровцев, по поводу их ислама, есть те, кто считают их мусульманами. Я вот для таких людей хочу сейчас показать выступление Адама Ильясова, заместителя кадыровского муфтия. Я сейчас переведу его заявление на чеченском языке. Послушайте. Если кто-то у вас дома начал говорить о единобожии, говорит Адам Ильясов о тавхиде, то есть про тавхид. «Знайте, что у вас дома появился шайтан. Я прибегаю к Аллаху за защитой от подобного». Это настолько отвратительное заявление. Но хвала Аллаху, который дает этим нечестивцам делать эти заявления, чтобы открывать глаза тем, кто был слеп до сих пор. Тавхид, единобожие – это то, с чем приходили все пророки. Не было ни одного посланника или пророка, который бы пришел с чем-то другим. Все приходили именно с этим, с призывом к поклонению к одному лишь Всевышнему Аллаху и непредаванию сотоварища Всевышнему Аллаху. Это миссия всех пророков и посланников. А Адам Ильясов, заместитель Кадыровского муфтия, с трибуны Минбара, с трибуны мечети, он говорит, если у вас дома кто-то стал говорить то же самое, что говорили все пророки, тот, если кто-то хочет эту миссию этих пророков у вас дома, до вас ее донести, вам ее разъяснить, если он просто заикнулся о единобожии, знаете, он говорит, что у вас дома появился шайтан. Есть еще какие-нибудь вопросы по поводу Кадыровского ислама? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это исчерпывающее. Если после этих слов кто-то будет еще что-то говорить, я думаю, с этими людьми вопрос понятен. В том, что зам муфтия Дагестана заявил, что мусульмане, умершие на этой войне, считаются шахидами. Если прокомментируешь, задам еще один вопрос на эту тему. Слушайте, ну что можно по этому поводу сказать? Положение этих муфтиятов, для меня оно абсолютно понятно. Если есть те, кто еще как бы не определили с этим. Но вот сейчас самое время, чтобы определяться. Посмотрите все то, что они говорят. Найдите, попробуйте где-нибудь в исламе найти один пункт, который бы гласил, что человек, погибший за унитаз Путина, что не то, что он будет там шахидом, это вообще какое-то кощунство, такие вещи говорить. Что он не попадет в ад просто. Тот, кто погиб за Путина, за его золотой унитаз, за его вот этот шест в кальяной. Тот, кто умер за власть Путина, погиб на войне, что он не будет в аду вместе с Путиным, что он не воскреснет вместе с Путиным, Шамановым, Будановым. Попробуйте найти хоть один пункт, говорить про шахидов и что-то повторяю. Это вообще кощунство, это богохульство. Никогда не думал, что спасать золотые унитазы Путина, любовницы и любовники российских чиновников, это и есть газоват и долг мусульманина. Ах и как ты думаешь, не попадут ли чеченские беженцы из Европы под общую категорию русский оккупант и начнут высылать в Русню? Как думаешь, сможет ли Европа разделять кадыровцев и его противников? Здесь есть две категории, условно скажем, две. То есть одна категория это такие, как я, получившие статусы беженцев. С этими людьми им это не грозит, так как понятно, что они наоборот от этого режима убежали. А вот есть другая категория, их, к сожалению, большинство, это те, кто не получил статусов беженцев. Они получили всякие гуманитарные статусы или, например, в Австрии они получают визы. То есть они здесь воспринимаются как российские граждане, которые просто получили вид на жительство. То есть им ничего не угрожает на родине, у них все нормально. Но по различным причинам, по интеграции, по состоянию здоровья, им просто дали право проживать в этих странах. И вот у таких людей, конечно, будет проблема. И если, я не знаю пока по поводу высылки, здесь речи, наверное, об этом и не идет пока. Но различные санкции, которые постигнут и постигают российских граждан, этих людей, конечно же, тоже постигнут. И за них придется как-то бороться нам всем. Саламу алейкум, Тумсо. Ну что, как думаешь, Европа теперь понимает, от кого, от чего и от какого режима чеченцы бежали оттуда-сюда в Европу? Алейкум ассалам. Я не знаю, размышляющий. Это сложный вопрос. Я, наоборот, обращаю внимание на то, что вроде как воюет Украина с Россией, но на первых полосах снова мы. Опять говорят о чеченцах, о чеченских боевиках. Вот поразительно просто, да, мы удивительный народ. Где бы что бы ни случилось, всегда мы на первых полосах. Как будто бы кроме нас там нечего обсуждать. Все почему-то говорят про каких-то кадыровцев. Кадыровские полки. Вот кадыровцы то, кадыровцы все. Ладно, если бы они на этом останавливались, если бы они называли их кадыровцами и все. Но нет, они их называют чеченцами, чеченскими боевиками. Чеченцы, чеченские полки, чеченский спецназ. Это нам раздражает. Какой чеченский спецназ? Некоторые оппозиционные деятели, я смотрю, вот как они рассказывают о происходящем. Что вот, мол, Россия, Беларусь и Чечня. Союзники Путина, Беларусь и Чечня. Как будто бы сегодня Чечня это какая-то отдельная страна со своей армией, которая заключила некий союз с Россией. Вот что напрягает. Люди не называют это своими именами. Поэтому у многих создается впечатление, что это какие-то чеченцы присоединились к этой операции. Чеченцы, татары, башкиры, ханты, манцы, украинцы, кстати, тоже очень важно. Сегодня находятся в Российской армии. Это российские солдаты. Их не нужно ассоциировать ни с каким народом. Почему никто не говорит про украинцев из Российской армии? Не говорит, что это вот украинские боевики к нам пришли. Никто не говорит про другие какие-нибудь народы, про якутов, про алтайцев. Никто не говорит про чеченцев. Исправедливо. Нуркин Рустем. Ассаламу алейкум. Один ФСБшник говорит, что Кафирова сожрут его же люди, когда перестанут идти деньги из Кремля. Что считаете по этому поводу? Возродится ли была Ичкерия в таком случае? Алейкум ассалам. То, что его сожрут свои же, это очевидно. Так как в так выстроенных республиках, когда иерархия затачивается на одного человека, все рушится, когда он перестает либо существовать, либо его влияние ослабевает. Тогда у них все рушится. Это как карточный домик. Одну карту надо сдвинуть, все, домик разрушился. Это, конечно, очевидно. Если его влияние ослабнет, а его влияние ослабнет, если у него прекратится финансирование, разумеется, его снесут. Но там есть еще и Путин. Вот что гораздо более интереснее. Если его влияние ослабевает, его точно так же сносят. Вот что более фатально. Субтитры создавал DimaTorzok